На сайте судебных инстанций появилась пока только резолюционная часть решения. В ней указано, что иск об аннулировании закона о лицензировании отдельных видов деятельности на территории Гагаузии подала территориальное бюро госканцелярии Камрад. Административный иск территориального бюро Камрад государственной канцелярии удовлетворить. Аннулировать местный закон АТО Гагаузия о лицензировании отдельных видов деятельности на территории Гагаузия номер 15 как незаконный. Решение может быть обжаловано в кассационном порядке в 30-дневный срок со дня его внесения в высшую судебную палату через операционную палату Камрад. Говорится в резолюционной части решения операционной палаты Камрад. Сам закон о лицензировании отдельных видов деятельности на территории Гагаузии действует уже 22 года. Он был принят в 2000 году. О необходимости его принятия высказал свое мнение депутат Народного собрания Гагаузии 2-го Созова Иван Топал. Экс-начальник управления экономического развития Гагаузии Виталий Кюркчу считает, что отмена закона о лицензировании отдельных видов деятельности на территории Гагаузии носит политический мотив. В Кишиневе не нравится, скорее всего, что Гагаузия может и выполняет эту функцию, то есть дает возможность экономическим агентам, работающим в Гагаузии, нормально функционировать, приобретать лицензию. Ведь экономическому агенту, в принципе, все равно, куда он платит и за что он платит. То есть главное, что он выплатил государству и осуществляет эту услугу. Экс-начальник управления экономического развития Гагаузии отмечает, что это уже не первый закон Гагаузии, который отменяют в судебной инстанции. Закон о лицензировании отдельных видов деятельности на территории Гагаузии давал право на осуществление большого вида услуги торговли. Экономические агенты от Гагаузии, они в основном получали лицензию на месте, они должны будут ездить аж в Кишинев, это в первую очередь. С другой стороны, бюджет Гагаузии теряет как минимум 700 тысяч лей в год от лицензии. Кроме этого, с политической точки зрения, Гагаузия, как автономия, она на своей территории должна контролировать и экономическую деятельность всех экономических агентов. На основании закона о лицензировании отдельных видов деятельности на территории Гагаузии в автономии ведут свою деятельность 94 экономических агента, среди которых 9 кабельных сетей. Транслирующие российские каналы, это по мнению председателя Центра независимой журналистики Гагаузии Степана Перрон, стала причиной отмены закона о лицензировании кабельных сетей. Для того, чтобы их уничтожить, нужно, чтобы организации из Гагаузии получали лицензию в Кишиневе. А в Кишиневе запрещено иметь русский канал. А пока есть местный закон Гагаузии, наш закон, этого нельзя было сделать. Вот они уничтожили закон, чтобы наши сейчас операторы, все, кто получал здесь лицензию, они должны сейчас бегать в Кишинев. А в Кишинев сразу, там условия очень четкие. Вам 24 часа программы румынского языка, они, знаете, как интересно говорят, что все, что мы делаем, нарушает конвенцию по трансграничному телевидению. В 2022 году в Молдове вступил в силу закон, который ограничивает вещание российских телеканалов в стране, который предусматривает, что не менее 50% телевизионных программ должно быть произведено в Евросоюзе или государствах, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Также в закон внесены понятия информационной безопасности и дезинформации. Елена Раткогла, Сергей Георгиев, Мария Казаку, Новости ГРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова